Начинается очень крутая командировка, меня пригласили европейцы из Mercedes-Benz в местечко, которое называется Pebble Beach. Там будет произведена премьера огромного количества новых супертач, концепт-каров, самых крутых автомобильных брендов. Так, нам не сюда, нам в бизнес. Опа, пойдем на второй этаж. У меня прям отдельный трон, и это просто по кайфу. Новый Фантом. В общем, мы приехали по адресу. 23 августа 2018 года, я вас приветствую из аэропорта Амстердама, и сзади меня находится наш самолет KLM, посмотрите какой гигант, он двухэтажный, и на нем сейчас, буквально совсем скоро, я отправлюсь в Сан-Франциско. Начинается очень крутая командировка, меня пригласили европейцы из Mercedes-Benz в местечко, которое называется Pebble Beach, недалеко от Сан-Франциско. И там будет произведена премьера огромного количества новых супертач, концепт-каров, самых крутых автомобильных брендов. Вот, так что это у нас первый влог, в котором я доберусь до Сан-Франциско. Покажу, как все организовано на ивентах Mercedes-Benz. Вот, так что присаживайтесь поудобнее, начинаем смотреть. И самое классное, то, что я лечу, видите, там есть второй этаж, я лечу на втором этаже в бизнес-классе. Организаторам большое спасибо за такую щедрость. Все, хватит трендычать, продолжим уже из самолета, покажу вам, как там внутри. Мне, как всегда, сказочно повезло, меня отдельно направили на всевозможную проверку. Вот, в общем, такая, в принципе, стандартная процедура, но мне вот что нравится, они такие доброжелательные здесь, да, то есть приветствуют тебя на позитиве, спрашивают, откуда ты, да, то есть какое-то такое дружеское общение получается. Так, нам не сюда, нам в бизнес. Опа! Пойдем на второй этаж. Ребят, так я еще не летал, только посмотрите на мое место. У меня, в отличие от других седоков, у меня прям отдельный трон. И это просто по кайфу. С функционалом пока не разбирался, но сходу делаю за вас чир с шампусиком. Так не получилось. Во! Ну что, здесь у нас отсек бизнес-класса. Вот. Там у нас отсек эконома и комфорт-класса. Как-то так. Я думаю, рейс будет в районе 10 часов, будет возможность поспать. И отдельный плюс вот этого сиденья заключается в том, что его можно полностью разложить и очень комфортно поспать. Вот такие дела, друзья. Блин, что за кайф, а? Я обожаю перелеты дальнемагистральные, вот такие, бизнес-классом, потому что ты успеваешь реально и покушать, и поспать, и поработать, и просто качественно провести время. Кайф! Если пробежаться по функционалу, то смотрите, здесь у нас управление мультимедией, если это можно так назвать. Ну, самолет, он не совсем новый, конечно. Более современных самолетов я встречаю такое уже. Гораздо более современное управление. Затем, здесь у нас, смотрите, управление сиденьем. Можем, смотрите, выбрать вот это положение у нас. Полностью превратится наше сиденье в кровать. В принципе, все. Но еще в бизнес-классах, как правило, приносит такой походный комплект. Вот здесь он выглядит вот таким образом. Сейчас я его вам открою. Здесь такие штуковины, как носки походные. Затем вот эта вот штука, чтобы закрыть глаза и спать спокойно. Зубная щетка, расческа. Вот всякие такие мелочи. Что, ребят, все. Берем на взрыв Сан-Франциско. Блин, как круто, представляете? Европейцы из Мерседес Бетс пригласили меня. Да, и я лечу один от России. И в рамках этого бренда, черт поделит, это так приятно вообще. Так что стараюсь по максимуму отработать, показать вам самый крутой эксклюзивный, самый крутой концепт. Вот. Все, погнали. Ну что, наша махина разгоняется активно. Не знаю, видно ли двигатели с этого ракурса. Но они есть и их четыре. Прям чувствуется, как уверенно идет махина. Сейчас мы оторвались от земли, я даже не почувствовал этого. Настолько вообще стабильная штуковина. Заметим, чем больше самолет, тем спокойнее ему даются взлеты. Так, подъехала менюшка. Надо посмотреть, как здесь все оформлено. Вначале вступительные слова. Разумеется, о том, что самые лучшие ингредиенты. Вот на английском языке. Будет три подачи у нас пищи в течение перелета. И еще отдельно у нас идет винная карта. Где больше всего нахваливают вот это винишко. Вон. Деньки. Это такая освежительная штуковина. Ашагорье вроде называется. Ребят, давненько я не видел такого архаичного меню. Такое впечатление, будто бы у нас самолет, наверное, родом из 80-х. Смотрите. И что, такой пульт, который напоминает какую-нибудь приставку Dendy. Ну и дела. Хотя бы русский есть. И то хлеб. Ну что, друзья, мы уже почти доведели до Сан-Франциско. Смотрите, осталось где-то часа полтора. У меня, к сожалению, не получилось хорошо поспать почему-то. Я не знаю почему. Но ничего страшного. Так немного подзадолбавшись. Просто сегодня уже надо будет работать там. И сейчас нас еще раз кормят. Смотрите, как все выглядит. Я попросил вот бургер. Мне принесли флайн-бургер. Сейчас немного перекушу. И уже пойдем на посадку. А вот нам снизу Асашай. Не знаю, видно ли что там. Ребят, смотрите, какая душевная здесь, в общем, в конце полета. Вот на память дают вот такой вот КЛМ домик. Спасибо большое. Спасибо. Прикольно. В итоге стюардессер расщедрилась и говорит, я тебе дам два домика, чтобы у тебя была, в общем, улица. И здесь внутри, кстати, алкоголь. Надо будет как-нибудь попробовать. Я потом вам доложу, насколько это приемлемо. И еще фишка в том, что это реально существующие дома. Вот, соответственно, можно скачать специальное приложение, да, и посмотреть, где в Нидерландах находится тот дом, который, копию которого вам подарили. И, блин, это очень крутая фишка, да, потому что, например, если взять те же полеты бизнес-классом Аэрофото, то там в конце дарят всегда одно и то же. Это пакетик чая. Ну, не пакетик чая, это напаковка небольшая. Тут, посмотрите, дарят вещички, да, которые у вас до конца ваших дней, так скажем, будут стоять где-то дома, да, и напоминать, ну, такое доброе воспоминание о полете. С точки зрения гифт-маркетинга, если можно принять такое выражение, это очень грамотно. Вот такие дела. Ребят, какие же здесь люди открытые, представляете? Сейчас ко мне подошел один из пассажиров бизнес-класса. Может быть, его видно сейчас сзади, это взрослый такой дядечка уже. Вот, и он подошел, чтобы просто, ну, он увидел, как я с интересом рассматриваю эти дома. Он подошел, чтобы, ну, немного рассказать в целом про KLM, что они любят летать этой компанией, что всегда очень тихо и душевно в салонах бизнес-класса с этой компанией. Вот, а сам он из Нидерландов. Он вообще врач, он дал мне свою визитку. Вот, душевно пообщались. Вот, нет, в наших людях много не хватает такой вот открытости. Буду стараться ее в рамках своих медийных возможностей на нас в стране прибивать, да, чтобы мы становились вот такие более френдли друг к другу, да, более общительные. Потому что это очень здорово. Все, хватит разгрузить, короче, надо уже скорее приземляться и ехать на точку назначения. Два часа ехать надо будет из аэропорта. И в аэропорту у меня, по идее, должен встретить мерседесовский этот трансфер, короче. Ну, а вот у нас снизу уже пригороды Сан-Франциско видны. Красота. Ну что, ребят, все, мы уже вышли из аэропорта Сан-Франциско. Вот, спереди, значит, это встречающий человек. И рядом со мной идет коллега, который приехал из Мексики, из столицы, из Мехико. Я пока что еще не разузнал, чем он занимается. Но нам сейчас ехать два часа до Пабл-Бич. Так что у нас еще будет возможность все узнать. И прямо сейчас мы, по идее, увидим тачку, на которой мы поедем на мероприятие. Я думаю, это будет вон тот GLS. Да, так и есть, отлично. Так, ну все, ребят, начинается у нас движение по местным дорогам. Очень у нас на позитиве водитель. Мы с ним уже вдоль и поперек обсудили, как тут живется, что тут происходит. По кайфу. Многоуровневые развязки. Ну, благо, у нас такие уже, хотя бы в Москве, тоже уже появились. Так, ребят, пошла жаришка. Мы уже приехали, я так понимаю, на территорию отеля. И навстречу уже проехало очень много крутых тачек. Там новых, старых. В общем, движение начинается. Сейчас скоро уже покажу вам отель, куда нас будут серить. Прям сам заинтригован, сам не знаю, что это еще такое будет. О, впереди, вижу, там какая-то лодка стоит на постаменте. Ну-ка, давайте немного посмотрим. Что это такое? Ух ты, там сколько тачек. Ой-ой-ой, там Пагани, смотрите. Другие супер тачки. Новый Фантом. В общем, мы приехали по адресу. Итак, значит, на входе я тут встретился с моим старым другом Мэтом. Вот, Мэтт, как ты делаешь, скажи что-то к вашим слушателям. О, мой Бог, здорово, встретиться с вами и поговорить с вами снова. Мы в Паганде, это машина, это машина, это будет круто. Ой, блин, чуть не закрылась без ключей, а комната сейчас была, приключение. В общем, ребят, позвольте, покажу вам. Мой номер, он, блин, охренительный. Начнем, значит, с санузла. Вообще так все на масштабе. Огонь-огонь. И самый кайф, это вот основное пространство. Офигенно все так выглядит. Так, это что такое? Пабл Бич, ретро авто. Ёлки-палки, тут посмотрите, сколько всевозможной литературы. Очуметь и макватуры. Здесь же, ух ты, здесь же выход вот такой вот у меня. Ух ты, можно сесть и кайфовать. Р-8 он едет. Охренительно, блин, ребят. Супер, мы добрались. Начал я свой влог, когда я вылетал из Амстера. И вот мы наконец-то здесь. Сейчас на подъезде сюда Тим, который Шми 150, блогер известный, суперкар Блонди. Мы с ними на связи, будем, короче, коммуницировать. Я буду вам их показывать. В общем, ближайшие несколько дней будут просто охренительные. Спасибо, что вы смотрите. Давайте двигаться дальше. Вот, сейчас мне, значит, надо будет бегом-бегом переодеться. И уже надо будет идти в лобби, потому что там по таймингу мы собираемся вместе с командой Mercedes-Benz и выезжаем на первый ивент, где будем, значит, показывать для вас новый Mercedes-AMG GTC Roadster. Вот такие дела. Погнали! Так, ребят, я думаю, сейчас надо будет мне подснять отдельное видео на основной канал про те тачки, которые здесь собрались. Вот, так что продолжу чуть позже. В общем, сейчас я звонил себе с организатором от Mercedes-Benz, вот, и он сказал, что в 5.20 мы встречаемся, едем вместе в ресторан. Так что я вам покажу ребят, которые приехали с Mercedes-Benz, вот, и рейсик, куда мы поедем. Сам еще не знаю, что это будет за место, но по-любому это будет круто, потому что вы видите, здесь вообще все по топчику. Вот, окей, все, пошел подписывать видос на основной канал. Поехали! Так, друзья, мы сейчас едем, значит, как я говорил вам, на ужин с Mercedes-Benz. Посмотрите, какое тут побережье. Как все офигенно по красоте. Вообще прям супер. Вот, едем вместе с Ашми, уважаемым. Тут у нас еще Артур из Mercedes-Benz, из европейского. Короче, по кайфу движение. Двигаемся дальше. Ну вот, мы и пришли в заведение, где сегодня мы будем кушать. Очень душевно, атмосферно. Здесь вид на побережье. В общем, это кайф. Итак, друзья мои, посмотрите, тут у нас выкатили концепт Infinity. И вот сейчас, вот на этом замечательном фоне, я, пожалуй, давайте, с вашего позволения, отпишу финалочку по сегодняшнему влогу. Был реально тяжелый путь, такой непростой из Амстердама сюда, в Пэбл Бич, в Калифорнию. Надеюсь, вам было приятно посмотреть сегодняшний контент. Не переключайтесь, обязательно ставьте колокольчик, если еще не поставили, потому что следующие вложки отсюда со следующих дней будут реально очень горячими. Все, ребят, сил нет, я пошел немного попью от души пива и покушаю. Вот, было слишком много перформанса на сегодняшний день. Вот, и вообще, я тут, как бы, сейчас речь зачитываю, и на меня очень активно смотрят все сидящие в этом ресторане. Все, короче, на связи. Спасибо. Вернулся сейчас в отель, и тут обнаружил вот такое вот письмо с моим именем. Ну-ка, что у нас здесь? Сидеть одной рукой неудобно очень. Ну-ка. Опачки. Так. Ух ты, а это, это у нас так вот выглядит пропуск на ивент завтрашний. Офигительно. Кайф. Вот теперь точно можно завершать. Спасибо за просмотр. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok.